Несколько лет назад белорусская семья с ребёнком построила всего в нескольких километрах от Минска микродом площадью всего 16 квадратных метров с ванной, кухней, гостиной, спальней и балконом. Как им пришла в голову такая на первый взгляд авантюрная идея? Всё очень просто. Они поняли, что слишком много платят за аренду и решили действовать. Как говорит сам глава семьи Скирка Виктор, мы купили участок и начали потихоньку строить дом. Но я довольно быстро понял, что делаю что-то не так. Тогда мы жили на съёмной квартире и отдавали 350 долларов в месяц, плюс платили коммуналку. От дома до участка километров 40. Это время и деньги. Я прикинул, что только на один бензин уходило до 150 долларов в месяц. Тогда я задумался, зачем платить кому-то, если у нас уже есть своя земля. Семья решила построить компактный мини-домик, переселиться туда и тем самым экономить каждый месяц до 500 долларов. Жить в этом маленьком, на вид напоминающем старушку доме, можно круглый год. Здесь есть баллон с газом и электричество, а стены, полы и кровли утеплены минеральной ватой. Виктор утверждает, что такому маленькому дому дополнительное отопление не нужно. Чтобы обогреть 16 квадратных метров, достаточно одного кондиционера. Он не выключается с осени и до весны. Настроен обычно на 20-22 градусы. Он работает даже тогда, когда никого нет дома, так что помещение не остывает. Нет необходимости прогревать его дополнительно, вернувшись с работы. Что касается платы за электричество, то цифры для загородного дома смешные. В прошлом январе семья заплатила 1100 рублей, а за последние полгода – 3200 российских рублей. Из электроприборов в доме есть все необходимое. Холодельник, индукционная варочная панель, бойлер, чайник, вытяжка и компьютер. Все лампочки энергосберегающие. По сути, электроэнергия – это и есть вся коммуналка. За воду семья ничего не платит, канализация своя, самодельная. Высота потолка в домике – 3,8 метра, так что в нем получилось уместить 4 уровни. Войдя в дом, с порога открывается маленькая прихожая. Ступенька вниз – гостиная, а на две ступеньки вверх – кухня. Под потолком жители спят, а под кухней находится кладовая, высотой в метр. Там же под кухней уместились бойлер и стиральные машины. Для удобства есть душ, туалет и умывальник прямо в доме. Помимо этого, в семье Аскирка живет еще и их собака. Что вдохновляет, что этот дом супруги построили сами. Все материалы обошлись в 4600 долларов. Площадь дома – 4 на 4 метра. Каркас был изготовлен из остатков древесины. Шкаф для одежды, кровать, полки и двери – все сделано своими руками. Окна обошлись очень дешево. Купили стеклопакеты, а деревянные рамы сделали сами. Ламинат был найден в конфискате, по цене на 70% дешевле, чем в магазине. Партия была небольшая, ее никто не брал, а для размера такого дома – в СМРС. Стройматериалы заказывал в интернете, сравнивал цены и находил дешевле. Кухню не покупали, привезли свою со съемной квартиры. Наверху разместилась двуспальная кровать, размером 1,4 на 2 метра и что-то вроде кабинеты. Платформы над душем и туалетом служат чем-то вроде письменного стола. Сидя на кровати, можно работать за компьютером. Со слов супруги. Поначалу было непривычно, но со временем привыкли и теперь вообще не обращаем внимания. А летом здесь все иначе. Семья теплые вечера проводит на террасе, там же и ужинает. Плюс ко всему рядом есть озеро и красивая природа. Виктор утверждает, что им семьей в доме вполне комфортно. Вечером свет из гостиной на верхний уровень почти не проникает. Кто-то может работать, а кто-то отдыхать. Приток свежего воздуха дают два вентиляционных канела в санузле и на кухне. Если надо основательно проветрить, достаточно открыть дверь всего на полминуты. Оптимально такой дом подошел бы для одного человека или семейной пары. С ребенком немного тяжелее. Но это намного лучше, чем ежемесячно тратить по 500-600 долларов. Эти деньги пойдут на строительство большего дома в дальнейшем. Как показывает своим примером эта семья, можно комфортно жить на 16 квадратных метрах, при этом экономить средства для постройки своего будущего дома. Если ты согласен с тем, что они правильно распорядились ситуацией, ставь лайк и делись с друзьями этим видео.